Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и у нас сегодня с вами вопрос-ответ, новогодний вопрос-ответ, который связан с Новым Годом и так далее, и я решила немножко разбить эту тематику, потому что вопросов очень много, и я не хочу, чтобы это было как в прошлый раз, то есть как видео растянулось очень долго, и мне пришлось его разбивать на три части, поэтому я думаю, это будет более правильно. Более правильно. Давайте я просто буду по именам читать, но буду делать вырезки, чтобы ни в коем случае не обидеть. Если на фамилии неправильное ударение стоит, потому что коверкать фамилии это не очень красиво, я считаю. «Какой твой самый запоминающийся Новый Год?» Катя спрашивает. Наверное, который был несколько лет назад, мы поехали всей семьей отмечать его в Финляндию. Это был единственный Новый Год не в России, но он был... Он запомнился именно тем, что там были очень похожи на настоящий Ледов Морозов, вот таких вот, именно как из сказок, знаете, вот такой вот. И все-таки как-то нетрадиционно отметить Новый Год, по-моему, это прикольно. Ну, я так считаю. Лера спрашивает, какой фильм тебе больше всего нравится смотреть каждый год? Ну, естественно, перед Новым Годом. Ну, это не... это просто классика. Он называется «Один дома, затерянный в Нью-Йорке». Вторая часть, вот эта вот самая... Просто вот с самого-самого детства, которое только у меня было, когда я себя помню. Этот фильм еще уже показывали по телеку, и мы с родителями садились, включали и, соответственно, сюда смотрели. Ну, либо я смотрела перед Новым Годом. Саша спрашивает, много ты кушаешь на Новый Год? На самом деле, я на Новый Год, на сам праздник Нового Года, я ем очень мало, потому что я потом куда-то всегда выхожу, уезжаю или еще что-либо делаю. То есть, обязательно есть новогодний стол, это обязательно. То есть, это классика, это, ну, как бы, я считаю, должно быть. А потом, через полчаса, там, я либо иду гулять с друзьями, либо куда-то уезжаю, либо у меня какие-то другие планы есть на этот счет, поэтому пока так. Вот, я, честно говоря, именно в период с полуночи до половины первой я ем очень мало, а потом уже, когда прихожу с гулянок, да. Вероника спрашивает, лайфхак к Новому Году, смотря какой. Если ты имеешь в виду декор, то я особо не заморачиваюсь. Просто я покупаю всего, чтобы можно было украсить комнату, гирлянды какие-то. Вот, и я не знаю, успею ли я DIY сделать в этом году, к Новому Году. Если успею, то я обязательно сниму и покажу вам, вот. А так, у меня нет никаких лайфхаков, абсолютно нет. Я покупаю обязательно какой-то наряд, именно на Новый Год обязательно, в котором я там, ну, встречаю. Так скажем, Новый Год, вот. И все. Полина спрашивает, где и как ты будешь праздновать Новый Год? Если честно, я до сих пор не знаю, и это происходит настолько спонтанно. Я знаю, что это будет на территории России, а как дальше карты лягут, я не знаю, серьезно. То есть, я... Вот, я буду знать уже, наверное, скорее всего, числа 31-го. Аня спрашивает, есть ли у тебя парень, и с кем ты пройдешь Новый Год? Ребята, история с отношениями, я уже, как говорила, в вопрос-ответ меня просто не интересует. И мне кажется, что даже вот не положа руку на сердце, я скажу вам честно, что я стараюсь не смотреть тех блогеров, которые снимают какие-то семейные вот эти вот видео. Мне они вообще не интересны, и мне кажется, что, может быть, потом, когда-нибудь это будет интересно. Сейчас я даже не смотрю таких блогеров, вот честно. То есть, я могу вам открыть свои подписки когда-нибудь и показать тех, кого я смотрю. АНГ проведу, наверное, с друзьями в этот раз. То есть, ну, сначала с близкими посидим, потом куда-нибудь махнем, я пока еще тоже не знаю. АНФИСа спрашивает, украсила елку? Пока нет. Белая или зеленая елка у тебя? Ну, у меня она всегда зеленая, всегда. У меня никогда не было белых елок. Я прекрасно знаю, что они очень красиво смотрятся, очень эффектно смотрятся, но у меня никогда не было такой елки. В общем, никогда. Где будешь справлять НГ? Ну, опять же, такое просто. Ну, к самому отмечанию Нового Года оно будет дома, а потом... Как карты лягут, не знаю. И Анфиса спросит, привет. Анфиса, тебе привет. Варвара спрашивает, скажет, подписчиков мечтаю. Ну, на самом деле, я как бы с этим не заморачиваюсь, потому что если бы это было принципиально, то, возможно, я бы заказала рекламу других блогеров, заказала бы коллаборацию других блогеров. И я думаю, что тогда подписчиков стало бы гораздо больше. Сами понимаете, реклама, она как бы делает свое дело. Вопросы с замужем, это прям... Прям, ну, не знаю, как бы... Вы уже, наверное, поняли, что как бы совсем вот таким вот... Ну, не очень. Потому что, как всегда говорили мои родственники, браков может быть много, а найти одного единомышленника, это очень сложно. И чтобы найти одного единомышленника, это, мне кажется, надо полжизни пройти, чтобы встретить того человека, с которым можно было, ну, как бы покайф жить. И расспрашивает, что ты подаришь близким на Новый Год. На самом деле, это очень большая проблема, потому что я до сих пор не знаю, что дарить. Но я, кстати говоря, нашла такие прикольные боксы. Они бывают разных цен. Соответственно, чем дороже бокс, тем там интереснее всего напиханных всяких предметов там могут быть. И сладости, и если дарить взрослому человеку алкоголь, соответственно, и печенье, печенье с предсказаниями, какие-нибудь, ну, прикольные финтиклюшки всякие там, вплоть до носочков новогодних и так далее. Я подумала, что это будет более, как бы, правильным, возможно, более легкий путь, если куплю несколько таких боксов, его дарить своим друзьям там и так далее. Я думаю, что это более правильный подход, потому что выбирать каждому человеку то, что он любит, это очень сложно. И это не день рождения, это просто такой праздник, который, ну, сохраняет традиции, и, соответственно, подарочки должны быть такие, знаете, ну, миленькие, приятные и чтобы были вкусняшки. Вот обязательно должны быть вкусняшки на Новый год, я считаю, ну, это прям, прям классик. Дарья спрашивает, Новый год в кругу семьи, за столом или с друзьями на вечеринке? Ну, как обычно, старт это в кругу семьи, это обязательно должно быть. Ну, я не знаю, как у вас, вы же тоже наверняка сначала встречаете с родителями Новый год, а потом уже идете там тусить. Так всегда было, со времен школ, со времен, там, я не знаю. Нет, у меня были, конечно, такие праздники, когда я Новый год отмечала на вечеринках, но они как-то, ну, мне не очень понравились. Катя Кондакова спрашивает, какие ёлки больше нравятся, искусные или живые? Сейчас делают такие искусные ёлки, что они прям вот реально как живые, но, к сожалению, родители с детства всегда покупали настоящую ёлку. Новый год чувствуется запаха ели, мандаринов и того-сего-сего, короче. И я уже так привыкла, что Новый год без настоящей ёлки, это, конечно, ну, тоже круто. У меня тоже были такие новые года с искусственной ёлкой, я там ничего не буду говорить, но, блин, в этот раз тоже будет живая ёлка. Кстати говоря, сегодня я еду за ёлкой и обязательно вам покажу, и обязательно будет видео, как в прошлом году, когда я эту ёлку наряжаю и так далее. Ева также спрашивает, как собираешься отмечать Новый год, и я уже сказала, а купила уже подарки родным и друзьям, нет, собираюсь, и насколько ты сильно ждёшь Новый год? На самом деле Новый год я жду, мне кажется, с начала октября, потому что, блин, я так люблю этот праздник, мне даже кажется, что я этот праздник люблю гораздо больше, чем свой день рождения. Я пришла к выводу именно в этом году, потому что я никогда ещё Новый год не ждала с октября месяца, мне так хочется, чтобы поскорее 2017 закончился и начался 2018, и что, и вот эта вот атмосфера новогодняя, ёлка, прям так здорово. А можно мне перейти к от самой красивой девушке? Да, привет тебе, Ева, спасибо, что смотришь. Самый классный НГ. Передай привет, Олесь, тебе привет. Самый классный НГ, ну, вот, наверное, всё-таки, который был в Финляндии, это да. Но я, на самом деле, могу вам честно сказать, что я умею устраивать себе праздники. Даже находясь здесь, даже если это просто будет собрание из трёх моих родственников, мне всё равно будет весело, и я всегда найду, чем заняться на Новый год, что делать, как себя развеселить. Даже, мне кажется, что если бы я одна встречала этот праздник, мне бы не было никакой скучной, потому что, ну, мне никогда не скучно. Настя спрашивает, Новый год или Рождество? Новый год. Лена спрашивает, любишь украшать дом на Новый год? Да, кстати, очень люблю, и эта привычка, она тоже с детства остаётся. Не знаю, буду ли вам показывать, потому что у меня перестановка, и я прям даже... А, я не успела некоторые гирлянды купить, потому что я хотела шкаф, короче, пыльнуть гирлянды вот такие по шкафу. Я не думаю, что в этом году так получится, к сожалению. Ульяна спрашивает тут целый ряд вопросов. Давайте я коротко отвечу на какие-нибудь есть свой дом, нет своего дома, нет, есть только квартира, где живёшь, Москва. И как удаётся читать мои сообщения. Ну, на самом деле, я стараюсь всех читать сообщения, но ещё раз говорю, что сообщений бывает настолько много, что я их прочитываю там через три недели, через четыре, потому что... Вот сейчас у меня ВКонтакте в районе двухста сообщений. И чтобы никого не обидеть, я всё равно пытаюсь каждому человеку ответить. Вот как бы вот так. Полина спрашивает, чем тебе запомнился 2К17? Знаешь, Полина, мне кажется больше какими-то эмоциями, нежели что-то связанное с учёбой, деятельностью. Нет, меня приглашали на интервью, скажу честно, мне очень понравилось тогда. И знаешь, чем мне, скорее всего, запомнился этот год? Вот прям вот, вот прям честно. Тем, что нужно. Первое. Выходить из зоны своего комфорта. Я настроила себя так, чтобы каждый день у меня была какая-то такая вот приятная новость, либо что-то поучить, либо прочитать книжку, чтобы день не проходил даром. Когда день проходит даром, поверьте, кажется, что вся жизнь просто идёт мимо. Так не должно быть. И весь 2017 год. Я работала над собой в этом плане, что мне очень важно было прожить его так, чтобы потом, знаете, там не было. Вот, кстати, по поводу 2016 года. Вот если кто-то у меня спросит, 2016, как у тебя прошёл? И я так, ну, прошёл и прошёл. А тут уже не так. То есть, понимаете, тут уже есть ряд итогов, которые я хочу записать, и которые, ну, которые реально прям очень-очень хорошо вложатся под мой стиль. Мне очень понравилось то, что я более-менее, систематически более-менее начала снимать видео, которые стали хоть не попадать в график два видео в неделю, но без больших, знаете, как у многих блогеров, перерывов в месяц. Этим тоже год запомнился. А так, всего по чуть-чуть, но я говорю, самое главное, это эмоционально вот это вот, такое вот, наверное, скорее всего, людьми, вот, запомнился и некими отношениями, и... Ну, короче, я вот на эту тему хочу отдельно видос записать. А, ты ещё спросила, какие были яркие, самые яркие моменты. Лето, поездки, которые я снимала и которые есть на канале, интервью, которые есть на канале, пожалуй, те планы, которые я наметила и которые я плавно, как бы, делаю. И я не подготовилась, короче, к этому вопросу, потому что я экспромтом читаю, потому что я уже опаздываю, грубо говоря, но ничего страшного. Я запишу это видео и поеду. Ай, Полин просит, привет. Привет тебе, Полин. Алсу спрашивает, твой любимый блогер? Я никак не могу записать это видео, которое я хочу рассказать о своих любимых... Что-то летает. О своих любимых блогерах, потому что это будет очень большой список, но я вам сразу скажу, что на данный момент я очень сильно, ну, как бы, постоянно все ролики просматриваю Катиклы, просматриваю Ларина, Яна Топлеса, Гордиенко, Злату Калягину, смотрю, ну, и Настю Шпагину, то есть это первое, что пришло мне на ум сейчас, и поэтому вот я вам часто об этом говорю. А девочка или мальчик? Я не знаю, это к блогерам относятся или к кому. Ну, пусть будет девочка, ладно. Любишь Новый год? На самом деле, обожаю Новый год. Вот, серьезно, обожаю. Передай мне привет, Алсу, привет тебе. Кристина спрашивает, настоящая или искусственная елка? Настоящая. Нравится ли тебе символ 2018 года? На самом деле, нравится, потому что я очень люблю собак. У меня нет, к сожалению, собаки, но собак я очень люблю. Символ 2017 года был петухом. Петух, как бы, знаете, такой знак, он вроде такой спокойный, но в один момент вот так, как клюнет. Этой осенью у меня петух очень знатно клюнул, так вам скажу. Вот, и это очень грустная история. Я даже не знаю, вставлять ее в итоге этого года или не вставлять. Ну как грустно, она больше эмоциональная, так скажем, эта история. Дайана спрашивает, что ты хотел на Новый год? Я хочу отметить его в своих личных традициях. Стол из суши, как обычно это бывает, из всяких японских вкусностей. У меня нету стандартного оливия никогда не было в 5 лет. И мне кажется, что каждый праздник отмечает так, как он хочет. Никаких подарков я не жду на этот год вообще, потому что, ну просто вот не... Ну вот бывает такое состояние, когда не ждешь подарков. Я, в принципе, и не хочу этого. Я хочу сделать две парочку фотосессий, снять еще видео с елкой. Вот, и в принципе все. Алина спрашивает, какой твой Новый год был самый ужасный и почему? На самом деле это очень такая история для взрослых, так скажем. Потому что, ну, все тусят по впискам. Это, понятное дело, это нормально. Ну, может быть и ненормально у всех это было. И как-то раз ехала я с друзьями просто. То есть там нас не было по парам, ничего такого. Просто хорошие старые друзья, которые решили очень весело отметить. И дело в том, что еще мама еще дала мне в придачу бутылку шампанского. Сказала, ой, да ладно там, какая разница, у вас все равно мало. Выпивки, все такое. Но стол был очень шикарный и очень было много выпивки, к сожалению. К общему, к сожалению. В районе пяти часов меня друзья отвезли домой, но все настолько, если честно, напились. Я такого никогда в жизни не видела. И мне прям стыдно об этом говорить, потому что я сейчас же не пью. И вообще как бы, ну, не особо люблю этот алкоголь, потому что я такой весь непонятный, теряется рассудок, короче. Но тогда я проспала практически два дня после этого праздника. И если честно, я очень слабо его так помню. Ну как, помню до трех часов ночи. И это просто был кошмар. Просто если вам говорить прям по-честному и рассказывать, что типа у меня никогда такого не было, не было ужасного Нового Года. Там, ребята, у меня все равно пиздили, нет, поверьте. То есть у меня был такой вот кошмар. И прям это так мерзко вспоминать на самом деле все до того, что прям давайте вот тему оставим. Да, был такой Новый Год, когда я проснулась 2 января. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Я постаралась максимально ответить на ваши вопросы, которые были, чтобы видео не растягивалось, чтобы оно не было длинным. И знаете, что сейчас будет? Знаете, что сейчас будет? Я сегодня поеду за елкой. И обязательно покажу вам ее уже на... Ее, блин, елку. Скорее всего, это будет пихта. У меня каждый год на самом деле не елка, а пихта. И я буду показывать это уже в следующем видео, потому что я не успеваю вообще ничего сейчас, ребята. Я уезжаю через другой город, и у меня все вот такое вот каламбурное, просто дикое. А еще это видео нужно смонтировать, еще вам показать его. В общем, вот. Предвкушение вечера, чтобы поехать за елку. Блин, это такой кайф, серьезно. Потому что это так здорово, серьезно. Я вас всех очень люблю, я вас крепко обнимаю, сюда вашу громонтаж. И увидимся очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok